Добрый день, дорогие друзья! Не в деньгах счастье. Вопросительный знак. Тема этого небольшого видеорассуждения. Я благодарю Александра Редькина, который выставил видео на эту тему для размышления и, как он считает, для назидания. И у меня другое совершенно мнение по этому вопросу. Я хотел бы начать вот с чего. Один известный миллиардер сказал, что не в деньгах счастье и даже не в количестве. Но чтобы убедиться в этом, необходимо стать миллиардером, а не миллионером в рублях. И таких людей, миллиардеров, в долларовом или евроэквиваленте не так много людей. Но этот миллиардер утверждал, что не в деньгах счастье и даже не в количестве. Прежде всего, хотел бы сказать, что счастье, оно неравноценно деньгам. То есть, если у человека условно один миллион рублей, и он счастлив по шкале на один балл, то у человека, у которого тысяча миллионов или миллиард рублей, он не будет автоматически счастливым больше. То есть, счастье – это больше, чем просто деньги. Это первое утверждение. Второе утверждение из Библии. Апостол Павел в первом послании к Тимофею в 6 главе 10 стихом записал следующее. Корень всех зол есть сребролюбие. Посмотрите внимательно. Корень всех зол в мире. По утверждению апостола Павла, который написал 60%, всех книг в Новом Завете есть сребролюбие. Удивительно. Итак, счастье и деньги. Прежде всего, счастье гораздо больше, чем деньги. Это неравенство между ними. Второе. Я хотел бы представить ситуации и поразмышлять в этих ситуациях о значении денег в том или ином случае. Представьте себе пустыню и жаждущего человека без воды, которому дают деньги вместо воды. Будет ли он этим счастлив? Поможет ли это человеку? Конечно, нет. Голодный человек, которому дают просто деньги в виде банкнот и железных монет, будет ли он автоматически счастлив и станет ли он сытым? Конечно, нет. И в первом и во втором случае деньги напрямую не повлияют на состояние человека и на его улучшение состояния. Давайте представим тюрьму, в которой находится молодой человек, которому вместо свободы дают деньги. И говорят, ну выйдешь через 25 лет, ну у тебя там будет миллион долларов, тебя там ждет. Во-первых, человек рассуждает просто. Он не знает, что будет сегодня, не говоря о том, что будет завтра. Он не знает, доживет ли он 25 лет и что изменится в мире за это время. И нужны ли ему эти деньги через 25 лет? Это большой вопрос. Больница. Тяжело больному человеку, которому поставили диагноз онкологии и которому врачи бессильны уже помогать. Перед тем, как его выписать из больницы, ему врач говорит, вам осталось жить один или полтора месяца. И вот этому человеку дают деньги вместо здоровья. Он что, будет счастливым? Большой вопрос. Развод. Разрыв отношений. И вот женщина, мать или отец, муж с болью расстаются со своей семьей, со своими детьми. И этот разрыв, это как заноза, это как большая пропасть. И дайте этому человеку много денег и сказать, ну забудь про это все, по семью, про детей, забудь. У тебя огромные деньги, живи, наслаждайся. Будет ли он счастлив? Большой вопрос. Большой вопрос. Потеря ребенка. Родители, когда переживают потерю ребенка, разве можно деньгами вернуть им счастье, общение со своим ребенком? Это просто абсурд. Рассуждать можно много. Представьте себе интересную работу у человека. И он даже не думает о том, что ему не хватает денег, он идет с счастьем на работу. Ему интересно заниматься тем, чем он работал. А ему говорят, послушай меня внимательно. С сегодняшнего дня ты больше работать никогда не будешь. И вот за это мы тебе даем огромные деньги. Вы знаете, сколько миллионеров работают не ради денег, а ради того, чтобы жить, чтобы жизнь приносила им радость и удовольствие. Поэтому, когда говорят, не в деньгах счастье, то подразумевают, что счастье гораздо больше, чем просто деньги. Потому что деньги – это часть жизни человека. И она даже не половина, а меньше, чем половина. Гораздо меньше, чем половина. Поэтому деньги, как облигации, как банкноты, как монеты – это всего лишь возможность приобрести что-либо, внимание, не в духовном, а в материальном мире. А вот исправить в духовном мире деньги вряд ли помогут. И еще одна важная вещь. В духовном мире деньги не значат ничего. Ничего. В духовном мире значат совсем другие вещи и качества людей. Поэтому из этого материального мира люди никогда ничего в духовный мир не смогут взять, кроме духовных ценностей. И поэтому, рассуждая, в деньгах ли счастье, надо гораздо шире смотреть, чем просто умение или имение обладать виллой, автомобилем, байком, участком земли, возможностью перемещать свое тело из одного места в другое. Счастье – это гораздо больше. Если вы не согласны с этим, это тоже ваш выбор, это тоже ваше право, но порассуждать на эту тему всегда полезно. Желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.